Я расскажу о грибе гериции, или как его называют по-другому, ежовике грибенчатым. Сейчас вы услышите очень ценные сведения об этом грибе. Пару слов скажу о его особых свойствах. Это улучшение, укрепление памяти, обучаемости. Это гриб от депрессии. Да, он уменьшает депрессию и тревогу. Более того, это профилактика деменции. Его активные действующие вещества стимулируют клетки астроциты. А это фактор роста нервов. Он восстанавливает связи между нейронами. И это научный факт. Многократно учеными были проведены и опыты с животными, а также опыты с людьми. Вплоть до самых высших доказательств мета-анализов. И на то есть очень много научных работ. Под последними моими видео о грибах многие люди спрашивали. Зачитаю кратко два письма. Юрий Андреевич, про ежовик грибенчатый много говорят. На нашем рынке он встречается редко. Рассматриваете ли вы этот гриб? Каково ваше мнение? Будете вы его включать в ваш ассортимент? Благодарю. Второе письмо. Спасибо за информацию. А можно сделать видео про гриб ежовик грибенчатый? Проблема из-за болезни Паркинсона. И таких писем приходило очень много. Что ж, отвечу и далее расскажу вам об этом грибе. Разумеется, он у нас в продаже есть. И называется герицей. Краткая справка. Ежовик коралловидный. Это съедобный сезонный гриб из семейства герицевых. Его также называют герициум. Согласно латинскому ботаническому имени. Которое в переводе означает еж. Оттуда и в простонародье название ежовик. Все родственные ежовику виды похожи друг на друга. Обладают мясистой структурой, белым цветом. Являются сапротрофами. То есть растут на мертвой или отмирающей древесине. По-другому гриб герицей. Называется львиная гриева ежовик. У него названий много. Но правильная герицей. Сейчас герицей широко используется в медицине многих стран мира. В первую очередь как профилактическое средство при болезнях Альцгеймера. Старческой деменции. Болезни Паркинсона. При тревожных состояниях и депрессиях. Это, пожалуй, один из самых необыкновенных грибов нашей планеты. Загадочный, красивый, пушистый, нежно-шелковистый на ощупь. На территории России и бывшего СССР растет он в Крыму и на Дальнем Востоке. В Крыму в 17-18 веках его называли мивина. Современные крымчане, кто в теме называют часто его белый ежик. На Дальнем Востоке принято другое название этого гриба. Грибная лапша. В странах Восточной Азии к этому грибу отношение особенное. Это и лекарство, и редкий деликатес. Вкус его напоминает специфический вкус креветок, запах тоже. Недаром японцы называли его морским грибом или грибом медузы. В дорогих ресторанах Южной Кореи блюда из дикорастущего герецома стоят очень дорого. В десятки раз дороже, чем из выращенных искусственно. Первое упоминание этого удивительного гриба датируется 3 веком до нашей эры в канонах китайского целителя Вусина. Он называет его растение побеждающее время. Считалось, что этот гриб, если его применять постоянно, может остановить старение организма. В древних трактатах об этом прямо говорится. В Китае из этого гриба делали крыма, мази для молодости кожи лица и бальзамы для тела, чтобы сохранить кожу молодой, подтянутой, эластичной. Напары этого гриба применяли при первых признаках старения, когда память начинала слабеть, а зрение падало. Более сложные вытяжки делали при старческом слабоумии. Тут уже нужны концентрированные лечебные вещества данного гриба, которые применяются при болезнях Альцгеймера, нервных депрессиях, нервозах и неврастении. Вы спросите, а есть ли научные исследования? Да, и научные тоже есть. Честная наука всегда лишь только подтверждает то, что было тысячелетиями известно нашим не таким уж и глупым предкам. То, что всегда было известно традиционной медицине. В отличие от современной, традиционная медицина прошла испытания тысячелетиями. К тому же природа нам дала все, чтобы не болеть или вылечить любую болезнь. Просто современные люди эти знания потеряли или ни во что не ставят. Итак, научное исследование свойств этого гриба для стимуляции работы головного мозга было опубликовано в США в фитотерапевтических исследованиях в 2009 году. Результаты данного исследования выявили, что этот гриб помогал предотвратить потерю памяти, связанную с отложениями амилоида. Гереций помогал облегчить течение депрессии и тревожности. В Японии тоже основательно изучили свойства герициума и нашли в нем противоопухолевые вещества, тормозящие развитие рака желудка, печени и рака поджелудочной железы. Известны случаи из народной китайской медицины, когда рак желудка поджелудочной железы излечивался полностью окончательно. В Токийском институте канцерогенеза доказали клинически, что полисахариды герициума действительно подавляют клетки опухоли поджелудочной железы. И послеоперационная ремиссия у больных составляла более 5 лет. Кто в теме поймет, что такое рак поджелудочной железы, какова при нем смертность и что значит стойкая ремиссия более 5 лет. В восточной медицине герициум использовали как общеукрепляющее средство при заболеваниях ЖКТ и при опухолях. А вот и активные лечебные вещества данного гриба. Это бетоксилоглюкан, глюкоксилопротеин и галактоксилоглюкопротеин. А они обладают очень сильными, ярко выраженными противоопухолевыми действиями, потому никакого чуда здесь нет. А еще вещества фенольной группы, герициноны, индуцирующие синтез фактора роста нервной ткани, оттуда и восстановление нервных клеток и предотвращение их разрушения. Потому и применяется он при лечении болезни Альцгеймера, Паркинсона и тому подобное. В России этот грипп использовали для лечения с незапамятных времен, но первые письменные достоверные упоминания относятся всего лишь к 18 веку. Но самое интересное, кто к этому приложил руку. Ближайший сподвижник Петра Первого Меньшиков. Дело в том, что экспедиция, снаряженная Меньшиковым в Приморье для описания местной фауны и флоры, скрупулезно описывала все достопримечательности этого края. В том числе и этот грипп и собирала сведения о его лечебных свойствах у местных народов. О крымском ежовике известно намного меньше, поскольку жившие там многие века татары никогда не собирали грибы и их не ели. Но известен факт, что этот грипп отправляли в сушеном виде в Константинополь к столу, как деликатес и для разных иных лечебных дел. Итак, герийций в первую очередь показан при любых проблемах пожилого возраста, связанных с снижением памяти, бессонницы, потери координации, при головокружениях, при страхе оказаться вне дома, при различных навязчивых состояниях, например, не отпускающих мыслей о включенном утюге или незапертой двери и тому подобное. Препараты из герийций применяются как общеукрепляющие средства, как иммуномодуляторы, также при хронических заболеваниях желудка, хронических бронхитах и, конечно, для лечения возрастных изменений, а также некоторых видов рака. Вот перед вами 7 пунктов показаний к применению гриба герийций. Данный грибной препарат, который вы сейчас видите на экранах, разработан нашими коллегами компанией Биолюкс на основе внимания дикорастущего, а не искусственно выведенного герийция. Сырье собирается на территории Хабаровского края. А способ применения таков. По 2 капсулы 3 раза в день до еды, минут за 10, 20, 30, 40, либо после еды, через 30, 40, 50, 60 минут. Минимальная профилактическая доза 2 капсулы в день. Длительность приема от месяца. О противопоказаниях и условиях хранения читайте по ссылке под этим видео, под данным товаром гриб герийций. Разумеется, данный грибной препарат совместим с другими грибными препаратами, а с какими, как, при каких проблемах со здоровьем. Это должен уже подбирать профессиональный фунготерапевт. Я также являюсь и фунготерапевтом. Тем, кому необходимы консультации, по ссылке под видео вы можете узнать, как ее пройти. А тем, кто хочет восстановить нервную систему, я советую применить курс, куда войдет ежовик грибенчатый, препарат профессора Исаева Кавьер Ламин, который восстанавливает нервную систему. Видео о нем и ссылку на этот препарат я оставлю вам под этим видео, как и на гриб ежовик. И еще раз напомню, все то, о чем я вам говорил в этом видео, я оставлю вам по ссылке, по единой только ссылке, не как раньше, а сейчас вы откроете под видео описание. И там будет одна главная, единая ссылка, которая поведет вас на страничку на моем сайте youfrolove.blog. И на этой страничке будут те ссылки, по которым я оставил вам необходимую информацию. Не поленитесь, зайдите на эту страничку и посмотрите эту важную, более подробную информацию. Ну а также, разумеется, информацию, как приобрести вот эти самые важные нутриенты, антиоксиданты, по крайней мере те, о которых я здесь вам пояснял. Напишите свой отзыв, комментарий под этим видео, ставьте пальчик вверх, проверьте свою подписку и перешлите ссылку на это видео своим друзьям, коллегам, товарищам. До новых встреч!